Всем привет! В сегодняшнем ролике я вам расскажу о том, как накопить на первоначальный взнос пейп. Вы узнаете 7 реальных способов, на которых можно сэкономить. Шаг первый, самый очевидный, но, наверное, не самый привлекательный. Это экономия на еде. Да, вы не ослышались еда. Еда может быть, конечно же, вкусной и радовать нас очень сильно, но если мы попробуем сэкономить затраты, которые мы на нее делаем, то наверняка вы увидите, что можно получить хороший профит. Например, отказаться от чипсов. Чипсы – это 80-100 рублей за пачку. Допустим, вы едите несколько пачек в неделю. Или хотя бы 1-2 пачки в неделю. Итого, допустим, 200 рублей в неделю. Плюс вы покупаете себе какую-нибудь газировку рублей за 50-100. Допустим, еще 100 рублей. Докидываем сюда же. Итого 200 рублей на чипсы и 200 рублей на газировку. Возможно, у вас есть какие-то другие слабости, которые есть именно у вас, но вы можете обратить на них сами внимание. Итого, 400 рублей, которые мы тратим в неделю. 400 до 4 – 16600 рублей, которые мы можем сэкономить, только отказавшись от двух продуктов. И это не самые очевидные вещи, которые могут вам прийти в голову. Вам кажется, что подумаешь, что там 100 рублей, но это деньги, которые вы можете реально сэкономить. А таких продуктов в вашем рационе может оказаться целое множество. Когда-то я тоже решил от этого всего отказаться, и тем самым я смог себе сэкономить приличную сумму денег. От еды вы можете отнять примерно половину того, что вы сейчас тратите. И при этом вы не почувствуете никаких осложнений в жизни. У вас все останется примерно на том же самом уровне. Да, иногда вам, может быть, будет не хватать этого, но раз в месяц вы себя можете этим порадовать, и тем самым удовлетворите свою потребность. Шаг 2 – отказаться от похода в дорогие магазины. Потому что вы скажете, я и так хожу в дешевые магазины. Где вы в них одеваетесь? В какое время вы одеваетесь? Подумайте об этом. Потому что, например, я знаю, что можно купить джинсы за 3000 рублей, а можно купить джинсы за 800 рублей или даже дешевле. Например, когда есть акция. И это значит, что вы покупаете одежду не только, когда вам это нужно, а вы планируете свои траты заранее. То есть, допустим, вы пришли в магазин, или пошли с женой гулять, или с подругой своей гулять по магазину, или с другом, и вы увидели, что есть джинсы, которые лежат, и в целом они вас устраивают. Они нормальные, симпатичные джинсы. Вы бы такие вполне смогли бы носить и не париться. Они стоят сейчас 700 рублей. Это акционное предложение, допустим, или это штучная вещь, которая лежит на витрине. Но у вас дома уже есть трое джинсов. И вы думаете, зачем мне джинсы? Это лишняя трата, но на самом деле это вложение сейчас. Вложение ваших денег в эту одежду. Вы ее покупаете за 700 рублей или за 800 рублей. И потом, когда ваши джинсы рвутся через год, допустим, у вас есть джинсы, которые вы купили, а джинсы фактически и брюки, они фактически не меняются, особенно у мужиков, там стиль примерно остается один и тот же. Так вот, эти вот джинсы, которые вы купили за 800, сейчас они стоят, допустим, эти же джинсы стоят 1000 рублей, но вы их купили за 800, тем самым вы 200 рублей уже сэкономили. Или, если сравнивать с обычной ценой обычных джинсов, не по акционному предложению, они стоят от 1500 рублей, допустим, да, в каком-нибудь там магазине типа Зола или еще что-то в этом духе. Это неочевидная экономия, но она присутствует. Второй способ экономии в одежде – это покупать одежду в секонд-хенде. Да, ребята, все просто. Вы идете в секонд-хенд и затариваетесь брендовыми вещами, которые там есть. Tommy Hilfiger или как там правильно называется этот бренд одежды, каким-то там Вранглер или еще что-то в этом духе, что приводит за границу, выбирает себе наиболее симпатичные вещи, в 3-4 раза дороже, чем я только что озвучил вам цену. Не за 800 рублей, а за 100 рублей джинсы покупаете себе. Вы скажете, о, это секонд, боже мой, кто на вас обратил внимание? Сейчас у нас пандемия, и дели маску, пришли в магазин, купили себе то, что вам нужно, и никто ничего вам не скажет. 100 рублей, и у вас отличные новые джинсы. Я так себе джинсы приобрел, только не за 100 рублей, а за 150 рублей. Но я думал, что их покупают для огорода, а когда я пришел домой, увидел, что они нормального качества, и решил себе оставить их. Поэтому еще один способ экономии – это покупать одежду в секонде. Не только джинсы, любую одежду в целом можно брать, но я не люблю то, что на теле носится, я в основном покупаю верхнюю одежду. Куртки, пуховики, свитера и прочие вещи. Шаг третий – покупка техники. Свои траты, как я уже говорил, я планирую заранее. И, допустим, я хотел купить себе машинку для стрижки волос. У меня была бонусная карта MVideo. Мы планировали купить телевизор. Мы купили телевизор, но мне дали бонусные баллы. Этими бонусными баллами я рассчитался за большую часть покупок, которую я приобрел в магазине MVideo. Это сейчас не реклама, вы можете сделать так каждый, можете сделать по-другому, кто как подумает. На тот момент я еще не очень много пользовался авито техникой. Но начиная примерно с 2019 года, я фактически все покупаю на авито с рук. Это еще один способ экономить деньги. Покупайте вещи с рук. Выбирайте брендовые вещи, хорошие вещи и покупайте их. Например, мы купили пароварку Браун, которая в магазине стоит около 4,5-5 тысяч рублей за 500 рублей на авито. Отличная пароварка на 6 литров. Все супер. Работает у нас как часы. Точно так же мы себе купили мультиварку. Зачем покупать дорогую вещь, если можно купить обычную с авито? По поводу техники еще неочевидный способ экономить по поводу MVideo. На бонусные баллы, которые я там себе накопил, я приобрел себе машинку для стрижки волос, которая сам себя постриг. Еще один неочевидный способ экономии – это стричь себя самому. Но его я не упоминаю, потому что это такая маленькая экономия, и не все могут на ней заработать. Например, женщины не могут себя наверняка стричь самостоятельно. Мужчины это могут делать. Стричь усы, бороду и делать себе стрижку. По поводу этих баллов. Соответственно, мне машинка обошлась по итогу около 900 тысяч рублей, хотя стартовая у нее цена была около 2500 рублей. Я дождался акционного предложения. Я знаю некоторые нюансы по поводу заказов товара с MVideo. Соответственно, вы берете, закидываете товар в корзину, ждете пару дней. Вам присылают обычно промокод на скидку для покупки товара от MVideo. Вы берете этот промокод. Если еще в это время проходят какие-то акционные предложения, вы плюсуете этот промокод плюс та акция, плюс скидка бонусных баллов. Итого у вас может быть приличная скидка на товар. Таким образом, если я купил машинку, которая сделана в Германии и на которую гарантия 2 года. Отличная машинка стройнет лучше, чем все предыдущие. Почему еще важна техника? Техника. Когда вы выбираете дешевую технику, наверняка вы можете подумать, что ой, куплю сейчас подешевле, ведь у меня нет денег. Верьте, покупают дешевые вещи только бедные люди. Богатые люди всегда берут вещи дорогие. Для чего они их берут? Потому что дорогие вещи, как в одежде, так и в технике, они служат дольше и носятся дольше. Поэтому лучше один раз чуть-чуть заплатить больше, но тем самым вы получите себе экономию, чем покупать всякий шерпотреб. Я мог бы взять какую-нибудь дешевую машинку, но она бы наверняка стегла бы хуже. А эта машинка просто проводишь раз по волосам и голое лицо. Твердый способ экономии – это отказаться от дорогих отпусков и попробовать выбрать себе отпуск по карману. То есть по карману вы себе поставили цель накопить себе на первоначальный взнос, либо просто накопить какую-то определенную сумму денег. Вы отказываетесь от дорогого отпуска. Вам он не нужен. Вам нужно сэкономить. И тем самым вы можете выбрать отель не all-inclusive, например, где все включено, а что-то попроще. Попроще – это значит, допустим, мы с женой ездили в Турцию, мы взяли себе билеты туда и обратно, и отлично отдохнули без all-inclusive. За 50 тысяч рублей на двоих делах было в сентябре этого года. Пятый способ – это я уже о нем говорил, это планировать покупки заранее. Например, я рассказывал с джинсами. То есть я, когда хочу себе что-то купить, я об этом заранее сразу же думаю. Где это буду использовать и когда это буду использовать. Например, у меня недавно была мысль о том, что я хочу себе купить стэдикам, стабилизатор для телефона, чтобы сделать красивые видео и прочее. Но потом я стал рассуждать, а где я буду применять. И я понял, что эта вещь мне просто не нужна. Чаще всего я так вот от всяких мелких покупок отказываюсь. Например, сзади вот у меня это фон от проектора, от экрана, на котором я смотрю фильмы. Я о нем подумал заранее. Например, почему? Мы переехали в другой город, где далеко до кинотеатра в целом, да и в кинотеатр ходить не очень хочется. Мне просто не нравится, потому что туда нужно идти, а я ленивый. И я купил себе большущий проектор, который может проецировать на стенку изображение. То есть моя стена в квартире примерно около 4 метров в длину. На всю эту длину я транслирую себе изображение. И со расстояния нескольких метров смотрю кино, как в кинотеатре. Звук у меня отличный, за моей спиной стоит музыкальный центр, который позволяет мне ощутить себя, как будто бы я в кинотеатре. Шестой способ это взять дополнительную работу. Если у вас официальная работа, наверняка ваш работодатель может вам предложить какую-то дополнительную возможность подработать. На своей работе я, когда себе поставил цель накопить определенную сумму денег, я брал дополнительные смены. В месяц у меня выходило примерно около 19 смен стабильно. 18-19 смен. За дополнительные смены у нас была двойная оплата. Не вся часть зарплаты, но только окладная ее часть. Но тем не менее это был дополнительный источник, который мог мне позволить получить еще немножко больше денег. Я выходил в дополнительные смены регулярно, иногда на целый день, иногда на полдня, иногда несколько раз по полдня, и тем самым получал себе дополнительный доход. Возможно и у вас, если у вашего работодателя есть какая-то работа, которую вы можете выполнять, и за это он вам будет доплачивать. Спросить только стоит, и вы узнаете ответ. Если вы умеете делать что-то самостоятельно или можете оказывать услуги населению, то, конечно же, стоит заняться именно этим. Например, вы хороший электрик и можете сделать мне электрику в доме. Приходите, делаете, и вам платят деньги. Седьмой способ сэкономить деньги – это отказаться от всего лишнего. Например, у вас есть автомобиль, которым вы фактически не пользуетесь. Пусть это будет какая-нибудь русская пятерка, девятка, я не знаю, семерка, без разницы. Но этот автомобиль у вас простая и без дела. Вариантов вы используете на самом деле несколько. Либо сдать его в аренду, либо продать. Если вы им пользуетесь пару раз в месяц, то точно стоит его продать. Или вы держите какой-нибудь там, например, УАЗик для того, чтобы выезжать пару раз в месяц на рыбалку. Но сейчас у вас цель другая. УАЗик вы сможете потом себе купить. Но сейчас УАЗик стоит без дела. За него еще и там налоги платите и прочие траты на него оказываете. Продайте УАЗик, тем самым все сэкономите. Если у вас есть какие-то там лишние вещи из одежды или из техники на Авито. Например, у меня была электронная книга, фотоаппараты и прочая разная мелкая техника, которую я просто продал на Авито. Соответственно, без надобности она лежала. И тем самым я смог себе заработать некоторую сумму денег. Вообще, Авито показывает, как будто бы я заработал 330 тысяч. Но на самом деле сумма, конечно же, наверное, раза в полтора меньше. Не в два, но в полтора точно. То есть, это сумма денег, которую вы можете продать и заработать себе на первоначальный взнос. Либо на другие какие-то цели, которые вы можете себе поставить. Вообще, Авито хорошая площадка в том плане, что можно продавать лишние вещи и получать дополнительный доход с этого. Например, так, находясь в городе Санкт-Петербург, мы стали зарабатывать себе на продаже комбинезонов. Зимние комбинезоны для катания на горных лыжах, либо на сноубордах. Конечно, возможно, эта возможность есть не везде. Не во всех городах есть покупатели, которые готовы приобретать эти вещи. Но у нас в Санкт-Петербурге стабильно уходили эти комбинезоны. Мы их постоянно покупали и постоянно продавали. Здесь, возможно, в городе, в этом, в котором я сейчас нахожусь, найдутся другие способы заработка. Но, тем не менее, мы их всегда ищем. Такие простые шаги может сделать каждый. Поэтому пробуйте, делайте и экономьте на своих покупках. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok